В администрации района проведена 12-я сессия Совета народных депутатов. В этом важном событии приняли участие председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кедокоев, первый заместитель главы района Руслан Емыков, прокурор района Алексей Зобнин. Перед началом рассмотрения вопросов председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев представил присутствующим нового главу Кашхабрского сельского поселения и поздравил его с назначением. Руководство с пунктом 11 и 2 федерального закона о больших принципах для местного управления на местном управлении устава муниципального образования Кашхабрского сельского поселения Совет народных депутатов муниципального образования Кашхабрского сельского поселения решила избрать главу муниципального образования Кашхабрского сельского поселения Хамдохова Байзета Аминовича. 1 апреля 85-го года рождения, образование высшее, в 2007 году Починно-Копское государство Санкт-Петербург, специальное естественное хозяйство, квалификация инженеров, жена воспитывает своих детей. Хорошего начала, хорошего пути вам с вашей командой. Всего вам доброго, успехов в начале вашего права. Спасибо. Повестка дня включала в себя 6 вопросов. Начальник управления финансов Аслан Дагужев представил свой доклад об исполнении бюджета района за 9 месяцев текущего года. Настоящим проектом предлагается первое утвердить исполнение бюджета муниципального образования Кашхабрский район за 9 месяцев 2023 года по доходам в сумме 846 млн 374 450,16 копеек, по расходам в сумме 823 млн 761 618,17 копеек, с превышением доходов на расходы в сумме 22 млн 612 831,99 копеек. Второе. Принять к среднему информацию о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Кашхабрский район за 9 месяцев 2023 года. Из приложений, которое у вас на руках видно, что за 9 месяцев средства резервного фонда были направлены в первом случае в объеме 218,5 тысяч на проведение работ по ликвидации аварийной ситуации в связи с мягшим местом под мылом в результате обильного половодия предмостовой территории моста по улице Горького в хуторе Игнательском. И второй случай использования средств резервного фонда это 145,8 тысяч рублей на проведение работ по ликвидации последствий подтопления на территории муниципального образования Кашхабрское сельское поселение. То есть в этих поселениях во время паводка, который имел место в текущем году, ЧАЭС объявлен не был, поэтому работы проводить надо было в срочном порядке и помощь оказывалась на эти цели из резервного фонда, а не из средств ГОИЧАЭС. Говоря об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года, можно отметить следующие выводы, сделанные в результате анализа структуры доходов и расходов бюджета. Исполнение по налоговым доходам на 1 октября 2023 года сложилось следующим образом. Консолидированный бюджет района при годовом плане 252,074,2 тысячи рублей. Исполнение составило 168,582,1 тысячи рублей. Это 66,9% годового плана. В том числе районный бюджет. Годовой план 168,430,000. Исполнение на 1 октября 120,740,6 тысячи рублей. Это 71,7% годового плана. В бюджете поселений в общем годовой план по налогам не налогово 83,644,2 тысячи рублей. Исполнение на 1 октября 47,841,5 тысячи рублей. Это 57,2% годового плана. После этого народные избранники приняли в первом чтении проект решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Это важное решение, которое принимается с целью обеспечения развития и благополучия муниципального образования на будущие годы. В итоге 12-я сессия Совета народных депутатов была насыщенной и продуктивной. По всем рассмотренным вопросам приняты положительные решения.